Счастье! Пойдешь гулять, подождем? Да. Так иди. Это еще слабенький для меня дождик. Понимаешь, с пузырями, значит, надолго. Пошел сеять траву. Садовод. Ну, правильно, конечно. После дождя рыхлая земля. Может быть, что-то и получится. Что? Сухая земля. Сухая, не промочила ничего. Оказалось, такой сильный дождь. А земля сухая. Моя куколка сидит там. Да? Маленький мой. Дома жарко, конечно. На улице лучше. Что зажало? Вкусно? Ну-ка, покажи, что кушаешь. Покажи, что кушаешь. Вкусно? Да. Покажи. Да? Это после того, как ты поужину кофе выпил. Два бутерброда с треском. С сыром. И еще сейчас пиалочку. Пиалочку. Черешни. Черешни в счет. Завтра на весы бегом. А то я хлеб не буду кушать. Я хлеб не буду кушать. Кушаешь? Сегодня в ужин аж два куска. Один просто хлебушек, а второй с ветчинкой скушал. А потому что я сегодня на весы уже вставал. И что у тебя там? По ангикару. Что у тебя секрет большой? Ну расскажи. Что у тебя там? Стандарт. Какой? Сто что ли? Да. Не, а сколько у тебя? Нормально. Нормально для мужчины. Как положено. Это как? Если бы много было, я булку не ел бы. Ты что, получается, я тебя кормлю зря? Патрику за едой в зоомагазин. А я вот готовлю щи из свежей капусты. Вот сейчас порежу соломкой картошку. Поставлю варить. И потом паприку, помидорку, морковку. Буду пассеровать на растительном масле. Ну, не буду зажаривать, а просто пассеровать для вкуса. Чуть-чуть добавлю масла сливочного. Ну и потом, как все женщины, когда картошка подварится, все это сложу вместе, капусту соломкой порежу. Добавлю перчик, соль. И у меня такой будет овощной супчик щи со сметанкой. А на второе, на второе, на ужин. На ужин у меня курочка тушеная и картофельное пюре, и овощной салатик. Вот у меня. На завтрак мы, как всегда, кушали творог. Творог с бананом. И кофе со сливками. Вот такой вот у нас завтрак, обед и ужин. Пенсионерский. Вкусный, легкий. Вот так вот. Соломкой порезала картошку. Курочку мы обычно покупаем грудку. Это я имею ввиду на ужин то, что у меня сделано. Я ее тушила с помидоркой, с лучком и с морковкой. Добавила сливки. Немножечко сливочного масла. И когда сливки выпарились, я добавила водичку. Так, чтобы не жирно было. Ну и чтобы все равно было вкусно. И посолила, поперчила. Добавила петрушечки еще зеленые. Так что очень-очень вкусно получилось. Так вот я режу паприку, морковку, лучок. Такая вот капуста у меня. Сейчас все это буду пассеровать. А потом в конце добавлю помидорку, чтобы она тоже там пропассеровалась хорошо. Вот все порезала. Овощи приготовила. Будем ждать, когда пропассируются овощи на сковородочке. И картошка подварится. Положила маленький кусочек сливочного масла для вкуса. Вот так вот без мяса щи. Мясо есть. Просто так вкуснее. Мясо есть. Просто так вкуснее. Вот так красиво получается. Здесь у меня приправы хранятся. И еще целая коробка есть. Ах как красиво. Ну правда же красиво. Надеюсь вкусно будет. Патрюшкин, сухое таскаешь. Так. Дружок. Такому маленькому песику нашего вот столько еды. Это, скажи Патрик, на два месяца мне. Так что не очень-то. А 28,50 а всего сколько? На 84,87 это. На 84,87. Да. И плюс бы тогда еще 28,50 к этому было бы. Конечно. Ну да. Хорошо затарился. Патрюша, ты с голода не умрешь. Иди сюда. А вкусняшки? Нет там вкусняшек. Ты обиделся, что вкусняшек нет. А папа еще уселся на кровать. Да. Как же без покрывала на кровать. Я не виноват. Ругай, не ругай без толку. Кыш. И я буду в стирку укладывать это постельное белье. Потому что это не дело. Я уже укладывал. Пришел с магазина, с этих самых, с автобуса и уселся. Сейчас сразу все постирано. Сейчас повешу. И че купил? Че купил? Нет. Клубки уже нет. Все? И Валя сказала, корзину я не не стисла. Все уж. А куда эту корзину? Ну потом. А сейчас это не к спеху. И че купил? А что это малину? Малина. Ого. Ничего себе. Здесь укроп и чесночок. Че разворчался? Чеснока тебе жалко? Этого, да. А что этого? Посолить там можно и под другим чесноком. Там осталось немножко. Купи тогда еще чесночину. Вот, конечно, клубники нет, если малина уже. Ой. Сегодня посолю огурчики. Так у меня из холодильника с малиной и со сливой желтой. Вкусно? Вкусно? Пылище кругом. Господи. Буду мыть пол. Подоконник в пыли. Все в пыли. Все открыто. Кондиционер работает. Сегодня опять жарко. Невозможно. Вкусно. Господи. Бабочка, что ли? Бабочка. Сейчас я тебя спасу. Вот такая температура. Жара. Ну и что, что вчера дождь прошел, а сегодня опять жара. Кормилец. Кормилец пришел. Да. Я одно оставляю, другое выбираю. И дальше в поход труба зовет. Сливы посмотри, пожалуйста. Ладно? Посмотрю. И огурчики не забудь, если хорошие. Или на рынок завтра. Нет. Ладно. Сколько на рынке огурцы стоят? Евро 50 кг. Ну понятно. Ладно, все. Закрываем. На 15-16. Хочу посмотреть, сколько нектарин. Так, помидоры стоят евро 19. Нектарины 2,79. Ряженка 89 центов. Чеснок 3,99. Красная паприка 3,89. Персики. Евро 59. Сыр. Евро 99. Творог. Евро 29. А нет. Ну да. Сметана 84 цента. Сметана 84 цента. И мед 2,89. Так, что-то забыла. Нет, вроде все. На 15-16. Укроп, чеснок. 3,70. 3,70. Это укроп и чеснок, да? Угу. А клубника? 10. Так. Не, но килограмм, а сколько килограмм-то стоит? 3,90 килограмм. Угу. Вот, все записываем в конце месяца. Подсчитываем. Так, чтобы не выйти за пределы тех денег, которые у нас есть. Все получается. Рекарство 14,45. И чек с продуктами 15,16. Вот так мы каждый день записываем все расходы. А потом в конце смотрим, что у нас осталось. Это мужу лекарство. Десерт. Десерт. Десерт в корзиночке. Это после десерта то, что надо кушать. Так что нечего тут путать. Расходы как расходы. Пенсионерские. Пенсионерские. Да. Я поел таблеток и нормально накушался на целый день. Очень на улице влажно. Дома невозможно жарко. Пока готовила, пока мыла пол, подоконники протирала. Мокрая, как мышь. Это, конечно, жесть. Жесть. Хорошее лето. Хорошее. Я не спорю. Хорошее. Я не спорю. Такие же цветы были в сквере. Погода, как в Монако. Да, и погода, как в Монако. Это точно. Канны называются цветочки. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь. Если понравилось, ставьте лайки. Всем здоровья, счастья, любви. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok